Дорогие друзья, всем большой привет! В этом видео я познакомлю вас с сортами чисто белых роз и не только. Это различные оттенки к белому цвету, розовые, кремовые, золотистые. Если вы хотите для своего цветника чистую белую розу, чтобы не было никаких оттенков, вам необходимо обратить внимание на закрытый бутон. Небольшой зеленоватый оттенок указывает на то, что когда розочка полностью раскроется, она будет близка к идеальному белому цвету. В моей коллекции первая розочка это Маруся. Чистый белый цвет, очень высокий бокальчик, распускается медленно. Бутон плотно набитый, роза никогда не показывает серединку, распускается довольно медленно. В полном распуске роза около 14 см. Цветов всегда набирает большое количество. Куст в высоту около 1,20-1,30 см. Стойкость цветка у розы довольно хорошая, напрямую солнце на жаре держится более 2 недель, может портиться дождями. Вообще вот такие плотно набитые бутоны очень часто загнивают, если идут дожди. Роза прекрасно зимует в третьей климатической зоне под общим укрытием, без какой-либо весенней обрезки. Еще один чайный гибридный сорт это роза Шопен. Нравится эта роза за довольно компактное расположение и невероятно пышные крупные ароматные цветы. В полном распуске цветок может достигать около 14 см. В отличие от Маруси, у Шопена не настолько плотно набитый бутон, распускается он гораздо быстрее. Цветок может показывать серединку, но реже. В основном она прикрыта небольшими лепестками. В начале распуска роза имеет кремово-белый оттенок. Когда полностью распустится, на прямом солнце выгорает и остается только белый цвет. Цветы довольно крупные, образуются в соцветиях от 3 до 5 розочек. Высоту розы у меня около метра 20, ширину 70-80 цветет. В течение всего сезона волнами побеги усыпаны шипами, поэтому необходимо быть осторожными. Роза прекрасно зимот в третьей климатической зоне, без какой-либо весенней обрезки. Побеги очень толстые, они держат большие шапки цветов, не склоняя их. У этой розы много достоинств. Очень блестящая, плотная, красивая листва. Очень красивые цветы и на фоне такой листвы смотрится великолепно. Еще один сорт, это печь овалаш, относится к группе срезочных чайно-гибридных роз. Цветы тоже довольно крупные в полном распуске, около 14 см. Плотные, с высоким бокалом, распускаются медленно. Цветов появляется большое количество, распускаются они поочередно. Поэтому сорт свечет длительный период времени, волнами в течение всего сезона, практически до заморозков. Стойкость цветка хорошая, на прямом солнце на жаре держится около 2 недель. Прохладное время длительность цвета не увеличивается, а дождем может портиться. Бутоны плотно набитые, поэтому если у нас устанавливается дождливая погода, могут загнивать. Цвет у розы в начале распуска особенно проявляется нежно-абрикосовый. Потом, когда она полностью распускается, немножечко выгорает и проявляется кремово-белая тона. Классическая форма бутона распускается довольно медленно. Аромат нежный, едва ловимый. Цветет со цветами до 8 розочек на одном побеге. Куст высоту около метра, в ширину сантиметров 70-80. Темно-зеленая глянцевая листва. Сорт может поражаться пятнистостью. Необходимо заранее профилактически обрабатывать. Роза хорошо зимует в третьей климатической зоне, без какой-либо весенней обрезки. Если вы выбираете еще чисто белые сорта, присмотритесь к таким довольно популярным сортам, которые пользуются большим спросом. На сегодняшний день это сорт Ирина. Большое везение, если вы сможете успеть его купить. Тоже очень красивый сорт. Еще Ломоносов, Пьер Ардити. У меня пока небольшой костик с крупными чисто белыми цветами. Без каких-либо оттенков. В полном распуске около 15 сантиметров. Безупречные цветы раскрываются медленно и равномерно. Бутон классической формы, густомахровый. Еще один сорт, присмотритесь, если мало ли увидите в продаже, тоже набирает популярность. Это White Ashley. Это сорт Антау, относительно новый, последних лет. Тоже изумительно красивая, нежная белая роза. Еще один сорт, это роза Diamond Jubilee. Про этот сорт у меня спрашивали, просили показать, как она цветла в этом году. Роза относится к группе чайно-гибридных роз. Цветет довольно крупными цветами. Первая-вторая волна, между волнами есть перерыв около 10 дней. Цветок крупный в полном распуске, около 14-15 сантиметров. Очень красивого цвета. Цвет меняется в зависимости от сезона. От желтого к абрикосовому. Потом проявляются небольшие оттенки розового. И постепенно выгорают до более светлых оттенков. Цветок густомахровый, с мягким приятным ароматом. Роза может показывать в серединку, но довольно редко. Цветет довольно обильно. На каждой побеге может насчитываться от 3 до 5 розочек. Высокий бокальчик распускается медленно. Лепесток плотный. Стойкость цветка хорошая. На прямом солнце на жаре держится более недели. Прохладное время длительное цветение увеличивается. И дождем, в отличие от сорта морозий и в отличие от сорта печь о валаш, эта роза не портится. Кусты вертикальные. Смотрится довольно красиво. Темно-зеленая глянцевая листва. Сорт никогда у меня ни разу ничем не болел. Еще одна роза. Тоже чайно-гибридная. Линда Беллинга. Цветок крупный в полном распуске. Около 12 см. Густо махровый. Цветочки раскрываются довольно медленно. Высокий бокальчик классической формы. Абрикосово-янтарного цвета. Появляется обычно на одном побеге один цветок. Реже 2-3. У меня кустик пока небольшой. Он у меня не очень хорошо зимует уже вторую зиму. Поэтому выглядит пока не таким большим кустом. Не знаю, посмотрим, как будет развиваться дальше. Но в этом году он уже немножечко побольше от роз, нежели чем в прошлом. В прошлом году у меня вообще не цвела. Аромат у розы присутствует довольно пряный, средней интенсивности. Листва глянцевая, темно-зеленая. По идее, это должен быть куст около 80 см и в ширину 70 см. Стойкость цветка хорошая. На прямом солнце на жаре держится более недели. Еще одна розочка. Это Камтесса. Относится к пропечанию гибридных роз. Очень интересный форм и завиток у этой розы. В начале розпуска бутон. Кремово-белый. И потом выгорают до более светлых оттенков, особенно по краям. Стойкость цветка хорошая. На прямом солнце на жаре держится около 10 дней. Прохладное время длительность цвета не увеличивается. Но дождем абсолютно никак не портится. Довольно ветвистый куст. Прямые жесткие побеги. Темно-зеленая глянцевая листва. Такие крупные цветы. Смотрится очень красиво. Помимо всего, сорт еще и ароматный. Ничем ни разу у меня не болел. И прекрасно зимот в третьей климатической зоне. Еще одна роза. Это Пол Рикард. Тоже чайно-гибридный сорт. Сливочно-абрикосового цвета. Цветочки раскрываются. Довольно медленно. Высокий бокальчик классической формы. Цвет сливочно-абрикосового. Город более светлых оттенков. Более темная изнанка. Цвет меди и карамели. Появляются обычно по одному. Но иногда появляются небольшие соцветия. До трех розочек на одном побеге. Побеги длинные. Куст высокий. У меня около метра 50. Ширина сантиметров 70. На прямом солнце на жаре цветочек держится более 12 дней. Дождем роза не портится. Что является хорошим показателем для таких светлых роз. Красивая темно-зеленая глянцевая листва. Довольно устойчива к заболеваниям. Ни разу сорт ничем не болел. Роза прекрасно зимот в третьей климатической зоне. Без какой-либо весенней обрезки. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!